Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек, мы продолжаем играть за отбросов. Я выполнил аж несколько еженедельных заданий, ежедневных точнее, да. Левая или правая, так, защита к уточным ударам игрокам в любой этот. Чё дадут? Бронзовый набор, спасибо. Но только не надо меня сразу к нему перекидывать. Хорошо. И победить с разницей в два гола ещё один бронзовый набор. Давайте сразу их откроем, я думаю, что Е-бредки золотой какой-нибудь можно открыть. Сегодня. Но сначала бронзовый. Причём тут даже большой бронзовый набор. Если там будет много контрактов, это хорошо. Потому что, естественно, игрока никакого я здесь не ожидаю. Кстати, ещё один турок, ЦОП. Артарслан. Ну, привет. Так, и что же нам ещё дали? Миканович. Кстати, неплохой правозащитник. Для бронзового набора точно. Эк, поло, гикер, пол. Абдулла выпал. Так, ну, сколько? Пять контрактов. Две физформы, вполне неплохо. Тренировка игрока плюс три по всем характеристикам. Стадиона дали три штуки. И форма оранжевенькая. Ну, прикольно. Так, я думаю, что игроков вот этих вот цех я оставлю. Мало ли где они мне пригодятся. Там СБЧ, конечно, есть. Но сейчас у меня всё, монет больше нет. Чтобы СБЧ-шки собирать и получать топовые паки. Ну, давайте, наверное, редкий золотой набор, может быть, откроем. Раз уж он такой весь красивый, топовый. Двенадцать золотых игроков, все двенадцать редких. Но это же должно что-то значить. Вперед. И у нас ещё как раз три пака останется. На следующий раз. Пожалуйста, экран можно? Нет, экран не будет. Слимани. Отлично. Отлично. Если Кэррола не выбьет, у меня будет Слимани. Либо на замену выходить, либо иногда в старте. Потому что по ДПЛских парней он как раз хорошо подходит. Скорость не очень большая, но он такой, видите, физически крепкий, с хорошим ударом. И Окса Чемберлайн выпал. И Бриссан. Так. Вот эти. Всё-то сразу добавляю. Ой, физформы на состав три штуки. Только что этот пак просто всё мне. Просто всё мне вернул этот пак. Так, шикарно. Ну что, Чемберлайн. Теперь у меня есть игрок из АПЛ на правый фланг. Который быстрее, чем Мхитарян. И это хорошо. Потому что теперь я смогу... Ну... Можно сказать, что равноценно заменять Мхитаряна. Потому что на все другие позиции у меня есть игроки под замену. А вот Мхитаряна заменять было некем. Так. Ну и тогда я пока думаю итальянцев уберу. С Сансона и Сориана, получается, поменяю. Планировал я другой состав собрать. И, походу, потихонечку мы к этому идём. Потому что, если что, итальянцы у нас будут в другом месте. С Сансона я не забываю, но... Пока лучше всего поставить с Лимонии. Так. И... Этого парня я ставлю. Эмблему я продам. Скоро там мы на простой пакетик наберём. Ну, давайте бронзовую откроем. Сразу что-то. Я не думаю, что там что-то... Супер великолепное выпадет. Два набора еще осталось. Нормально. Сойдёт. Но из 12 рарных, конечно, с Лимонии... Это не очень такая удача. Но я доволен. О, Донор. Правозащитник. Так. Сразу всех добавляю. Я не думаю, что здесь кто-то нам сейчас подойдёт в основной состав. Да, плюс тут был пак со всеми игроками. Так. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть, что мы с этим сейчас будем всем делать. Пока что у нас две победы. Можно, в принципе, всё-таки Дембеле тогда на лавку усадить. Дать отдых Мхитаряну заодно. Дембеле, если что, выйдет на замену. И проверим с Лимони. Вместе с Чимберленом. Я сейчас номера быстренько им всем поставлю. И начнём матч. Ну что ж, соперник найден. Так, АПЛ-ка. Очень скоростная. С очень хорошим центром поля. В котором ещё и Толиса, по-моему, из Баварии стоит. И Ешли Янг слева. У нас сегодня сразу два дебюта с Лимони и Ексо Чемберлен. Посмотрим, как у них получится играть. И первый же момент. Ой, ну, не попадает в перекладину. И Турштеген опять на воротах, кстати, я не заметил. И снова с первых минут мы атакуем первыми. Снова у нас опасные моменты. И мы снова не забиваем. И снова Косильни выигрывает верховую борьбу. Чёт прям это очень похоже на прошлый матч. На вес Руни Косильни. Ещё один момент. И мы снова не забиваем. Снова сейвит вратарь. Чемберлен. Ну что ж за удар. Руни, обратно. Удар. Мимо ворот. Как можно после такой передачи Вайн Руни прям под удар пробить так плохо? Хорошая стеночка была. Вайн Руни, чё-то я всех прошёл как-то так легко. И 1-0. Я не понял, почему Вайн Руни четвёртый номер. Во-первых, я не понял, почему я так легко прошёл. Но мы забиваем гол. Возможно, у него были какие-то проблемы с переключением игроков. Потому что я видел, как он переключается на защитника. Начинает на меня выходить и просто мимо пролетает. Так, пас вперёд. Снимание один. И нужно забивать Снимание. Ну что ж ты делаешь? Вайн Руни зато тут как тут 2-0. Хорош, Вайн. Пять мячей в двух играх. Вайн Руни вернулся, друзья. Я обыграл. Я думал, что он правой ногой пробьёт. То есть мимо вратаря в ближний угол. Но нет. Снимание. Ой, хорош. Ушёл. Ну, сейчас ты забьёшь. Нет, сейчас мы забьёшь. Да, есть за 15 тысяч, есть промо. За 20, за 35 и аж за 50. То есть вот за 50 тысяч, получается, монет у меня было два набора, где 12 золотых игроков, все 12 редких. Вот. Но на сегодня, я думаю, хватит. Постараемся в следующей серии выйти из девятого дивизиона. Наконец уже начать, блин, продвигаться вперёд, когда у нас теперь состав гораздо лучше, чем был. Вот. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин G2.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелёк обратно, используя кодовое слово JACK. Первая ссылка в описании. Продолжение следует...